Всем привет! Сегодня будет видео по работе с Авито. Расскажем, как грамотно заполнить объявления, на какие моменты нужно обратить внимание, как работают новые услуги продвижения в Авито, и как максимально эффективно ими пользоваться, и как сделать так, чтобы ваши объявления были максимально конверсионными. Мы сейчас находимся в личном кабинете Авито ПРО, это Авито для профессионалов. Если вы компания, если вы из личного аккаунта размещаете объявления, что наверно вряд ли. Если вы зарегистрированы как компания, приобретаете, например, пакет размещений и, соответственно, публикуете ваши объявления. Выглядит наш личный кабинет. Здесь мы видим все наши объявления. Здесь мы можем посмотреть наши операции. Здесь мы можем посмотреть общую статистику. Статистика по каждому объявлению будет вот здесь, под объявлением, собственно. Послушать звонки, посмотреть сообщения, которые гости нам пишут, и ответить на них. Здесь видно количество денег в кошельке и бонусов, количество доступных размещений. Ну и, соответственно, далее здесь представлены фильтры, которым мы можем сортировать объявления и искать нужные нам. Начнем с того, что расскажу, как правильно заполнить объявление, и как это должно выглядеть, чтобы привлекать вес. Чтобы разместить новое объявление, мы нажимаем, соответственно, сюда «Подать объявление». Покажу самое начало. Здесь, в принципе, ничего такого сложного. Мы выбираем категорию «Недвижимость». Соответственно, если это отель, то это комната, и если это, как у нас, студия, то это квартира. Выбираем «Да». Ну и, соответственно, посуточный или надрительный срок, в зависимости от того, как вы сдаете. Далее вы заполняете адрес. Я сразу открою готовое объявление, чтобы не тратить время. Нажимаем вот «Объявление», нажимаем «Редактировать» и смотрим, что у нас тут интересного. Адрес. Нужно будет заполнить адрес. Далее вылезет карта. Если вам как-то нужно уточнить вход, нахождение вашего объекта в доме, вы можете это сделать. Далее указываете контакт и удобный способ связи. Количество комнат. Этаж. Количество этажей в доме. Площадь. Онлайн-бронирование. К этому вернемся чуть позже. Указываете правила заселения. Указываете количество гостей и количество кроватей. Какие удобства у вас есть в номере. Также эти удобства можно продублировать в описании. Даже нужно скорее. Далее вы указываете стоимость аренды. Какую-то, да? Яндекс. Недвижимость – это, например, максимальная стоимость на текущий месяц в будни, не читая выходные. Можете делать так, но на самом деле Авито не сильно ругается, как бы вы ни поставили. Можете ставить на сегодняшний день. Можете просто ставить приблизительную стоимость в этом сезоне. Я стараюсь их доставить минимальную, чтобы привлекать гостей. Никого не отпугивать. Далее вы указываете параметры предоплаты, залог, какой он есть. Загружаете фотографии. В Авито обязательно нужно загрузить фотографии с ID номером вашей учетной записи. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, например, кто-то не мог зайти на ваш сайт, взять фотографии ваших апартаментов и размещать их на Авито и обманывать людей. Если у человека нет доступа к этой квартире, то он не умеет право размещать ее. Соответственно. Поэтому для этого это делается. В принципе, ничего сложного в этом нет. И вот здесь вот есть такая кнопочка глазик. Вы можете это скрыть, чтобы это было видно только модераторам и вам, чтобы гости не видели этих объявлений, потому что, как правило, они не очень презентабельны, будь не честными. Далее вы добавляете видео. Чтобы добавить видео сюда, прежде всего нужно создать YouTube-канал, загрузить его туда и сюда вставить ссылку. В принципе, видео не обязательно должно быть супер презентабельного вида. Вы не обязательно должны его монтировать. У нас у нас смонтирована часть видео, сделана с музыкой. Но, в принципе, все это дело снято на телефон. Вы можете просто пройтись по квартире по кругу, снять ее на телефон. Просто для того, чтобы гость мог визуально представить, как это выглядит, чтобы не завышать и не занижать его ожидания. И не было плохих отзывов, разочарований, каких-то конфликтов. Например, по данным ЦАН, в Абита нет такого фильтра, но в ЦАНе такой фильтр есть. Можно выбрать только те квартиры, в которых есть видео. Соответственно, по статистике ЦАН 60% гостей ставят галочку на этот фильтр. И только 30% арендодателей видео в объявлениях имеют. То есть, вы понимаете, ваша конкуренция резко сокращается на 70% среди этих 60% гостей. Что еще хочется сказать про фотографии? Здесь находится основная фотография. И далее идут фотографии в том порядке, в котором они будут представлены в объявлении. Что важно? Посмотрите, у нас, например, кухню видно и здесь, и вот здесь. Диван видно здесь, здесь и здесь. Как я сортирую объявления? Я сортирую их таким образом, чтобы гость, заходя, мог представить в голове, каким образом выглядит комната с разных углов, что в ней есть. То есть, я не буду ставить 10 фотографий дивана подряд. Я буду ставить фотографии с разных ракурсов. Или, например, вот здесь идет часть комнаты с окном диван-шкаф. Здесь идет кухня-диван уже с другого ракурса. Здесь видно, что вот здесь находится дверь-санузел. И немножко с другого ракурса кусочек дивана и уже шкаф. И там вход-прихожая. Здесь диван, телевизор, лестница на второй этаж. Здесь сама кровать, которая на втором ярусе находится. Здесь кухня. И дальше идет санузел. Дальше идет коридор, в котором есть стиральная машина и микроволновая печь. Таким образом, посмотрев 8-9 фотографий, гость имеет полное представление о том, как выглядят квартиры. Далее он еще может посмотреть видео. И у него, соответственно, складывается полное впечатление о том, как выглядит наша студия и где он будет жить. Перейдем к описанию. Что важно указать в описании? Во-первых, в первых строчках желательно указывать то, что может привлечь в явление. Что важно для Петербурга? Центр, Эрмитаж, Невский проспект. Все, что мы знаем об этом. Ну или там какая-то станция метро. Потому что, например, если вы будете применять услугу продвижения Excel объявления, то там будет видно 3 фотографии и 4 строчки описания. Соответственно, если вы будете указывать, что, я не знаю, мы тщательно следим за уборкой, но это все, конечно, хорошо, но Костю все-таки не очень сильно важно, да, в первую очередь, чтобы зайти в ваше объявление. Или если вы напишите, чтобы узнать стоимость, позвоните. Ну, круто. Как бы не факт, что он вообще перейдет тогда ваше объявление. Или если он не командировочный, то ему отчетные документы совершенно точно не нужны. Далее, что касается описания. Очень рекомендую сделать либо, да, вот со смайликами описание, либо с какими-то разделителями, потому что все-таки визуально воспринимать текст очень тяжело, когда это сплошной текст. Никаких разделений. Гость пытается найти то, что ему нужно, и не читать весь текст. Никто не хочет тратить время, да, на прочтение парочкой абзацев нехудожественной литературы. Вот, и, соответственно, надо это разделить, чтобы, вот, например, человек, если везет с кухни, то вот он сразу зашел и увидел, что здесь кухня. Дальше надо указать обязательно время заезда, потому что если человек приезжает в 9 утра, он должен понимать, да, в какое время заезда, может ли он оформить ранний заезд и так далее. По поводу залога сейчас это указывается здесь, раньше этого не было, но тем не менее, многим непонятно, что он возвратный, многим непонятно, как это происходит. Мы указываем, что он возвращается при условии соблюдения правил проживания при выезде. И способы оплаты. Если у вас много способов оплаты, очень желательно указать их все, чтобы каждый гость мог для себя найти какой-то подходящий вариант и, соответственно, опять же, не уйти со страницы вашего объявления, а написать вам или позвонить. Про заполнение объявлений вроде бы все. Вернемся к онлайн-бронированию. Онлайн-бронирование – это возможность для гостя посмотреть прямо в календаре ваши свободные даты, ваши цены и отправить вам заявку на бронирование. Без всяких сообщений, звонков, просто кликнуть нужные ему даты и отправить вам заявку. Если вы эту заявку подтверждаете, то гость оплачивает сутки через Авито, которую вы потом можете вывести с помощью банковской карты. И с этой предоплаты 10% вы заплатите Авито. Если у вас, например, Бинова-ченнел-менеджер, то вы можете даже синхронизировать это со своей системой управления, со своей PMS. Вы можете просто указать, что гость может сделать онлайн-бронирование, и те, кому это удобно, будут этим пользоваться. Если у вас нет синхронизации, предположим, у вас Travel Line или какой-то другой ченнел-менеджер, у которого нет синхронизации, вы можете просто включить эту галочку. В принципе, даже не следить, как это делаем мы за ценами и доступностью, потому что в любом случае гость сначала отправляет заявку, и только если вы ее подтверждаете, она превращается в бронирование. Если вы заявку не подтверждаете, вы в любом случае уже ее получили, вы можете связаться с гостем, и вы знаете, что ему интересен ваш объект. Если у вас выше цена или у вас нет мест, то вы можете ему предложить другой альтернативный вариант и таким образом не потерять гостя. Почему я так обращаю на это внимание, почему это важно, я сейчас покажу. Заходим в поиск по Санкт-Петербургу. Вот недвижимость в Санкт-Петербурге, снять квартиру посуточно. Нажимаем «Показать 4000 объявлений». Сколько у нас? Всего 4052 объявления. Что будет, если мы нажмем фильтр? Как видите, здесь немного фильтров, это то, на что гость обращает внимание. Нажимаем «С онлайн бронированием». 1607 объявлений. То есть, из 4052 объявлений, только у 1607 есть вот эта вот галочка «Онлайн бронирование». То есть, вы понимаете, что если у вас эта галочка стоит, то вы уже попали 40-45% тех объявлений, которые в этом фильтре. Вы отсекли таким образом огромное количество конкурентов. Ну и, соответственно, если вы управляете датами и у вас, например, подключена синхронизация или вы просто за этим следите, гость еще и может выбрать даты. И таким образом конкуренция просто сократится до очень-очень маленького количества и ваши объявления будут чуть ли не первых позиций, если вы еще и пользуетесь продвижением. Обязательно включайте онлайн бронирование. И вот как здесь написано «Обновляйте забронированные даты». То есть, вы просто можете заходить, нажать, что вот эти даты недоступны. Если у вас не сильно много объявлений, в принципе, можно потратить на это полчасика, чтобы по всем бронированиям обновить календарь и сделать это. Кстати, о календаре. Как это делается? Удивительно, но, например, в Авито Про, если мы заходим вот сюда, то, собственно, календаря мы здесь не увидим. Соответственно, что нужно? Либо нажимаем вот сюда и переходим на страничку самого объявления. И вот здесь вот появляется кнопочка «Управлять календарем». Либо переходим на сайт Авито. Нажимаем «Мои объявления». То есть, вы смотрите, здесь у нас про авито.ру. Отсюда мы не можем почему-то это сделать. Я уже говорила об этом разработчикам Авито, но пока тщетно. А здесь у нас авито.ру. И здесь есть кнопочка «Управлять календарем». Соответственно, находим активное объявление. И вот либо отсюда «Управлять календарем» нажимаем, либо вот отсюда. Нажимаем «Управлять календарем». И здесь мы можем сделать, что у нас минимальное, например, проживание двух ночей. Базовая цена за ночь – 3 500 для двоих гостей. Доплата за гостя, например, 75 рублей. Бесплатная отмена у нас, например, это за 7 дней. Нажимаем «Применить». Все, у нас теперь все поменялось. Если у вас есть какие-то даты, которые уже забронированы, недоступны, вы выделяете и пишите «Недоступно». Нажимаете «Применить». «Недоступно». «Применить». Таким образом, они блокируются. И если гость будет запрашивать, то видно, что у вас этих дат нет. Вот таким вот образом это делается. Дальше перейдем к новым услугам продвижения. Нажмем вот здесь «Применить услуги». И посмотрим, что у нас тут есть. Раньше в Авито было кучу всяких разных услуг, типа «Поднятие», «Турбопродажи» и другое. Сейчас услуг стало в несколько раз меньше. Появилась вот такая история. Теперь вы можете управлять количеством просмотров. До двух раз больше просмотров, до пяти, до десяти. И выбирать, хотите вы увеличить просмотры на один день или на семь дней. Мне вчера менеджер сказал, что на семь дней лучше не применять, потому что в первый день показывается ваше объявление максимальное количество раз, и далее количество показов снижается. Но на вебинаре говорили несколько по-другому об этом, поэтому думаю, что все-таки нужно проверять на практике. Как это работает? Работает это так. Так, Авито берет среднее количество просмотров данного объявления за один день или за семь дней и старается догнать количество просмотров с учетом вашего продвижения. Например, за неделю у вас было 200 просмотров, соответственно, до пяти раз больше просмотров. Авито должен постараться догнать показы до 1400 просмотров на семь дней. Или если на один день у вас, предположим, было 10 просмотров в день в среднем за последний месяц, и таким образом Авито должен постараться вам 50 просмотров обеспечить. То есть, почему я говорю постараться? Потому что они сами говорят до пяти раз. То есть, если у вас было 10, это не значит, что они вам сделают 50 показов. Скорее всего, это будет 45, а то и 40, поэтому не обольщаемся. Я думаю, что все знают, что есть такая галочка запланировать. То есть, например, если вы хотите сделать продвижение не сейчас и уже секунду, а чуть попозже, вы можете нажать запланировать и вот здесь выбрать день. В принципе, вы даже можете один день садиться и расписывать продвижение на всю неделю и вообще потом не заходить в личный кабинет. Но я это делаю каждый день, потому что все-таки ситуация меняется, кто-то отменяется, кто-то бронирует номера, и что-то где-то свободно, что-то где-то становится занято. И, соответственно, удобнее это делать каждый день. Кнопкой «Запланировать» я все равно пользуюсь, потому что не всегда актуально именно в сию секунду делать продвижение. Дальше, например, мы нажали «Запланировать». Нажимаем «Положить». Здесь еще есть две услуги выделения внешнего вида объявления в поиске. Это «Выделение» или «Эксель-объявление». Я, наверное, лучше покажу, как это выглядит через само объявление. «Выделение объявления цветом» появляется такая голубая плашка под ценой. Как выглядит «Эксель-объявление»? Появляются еще две фотографии. Здесь вот есть значок «Видео». Так можно ваши фотки будет полистать. Соответственно, здесь появляются еще две фотографии, и вот здесь появляются еще три или четыре строчки описания. Вот, таким вот образом это выглядит. На что важно обратить внимание при продвижении объявления? Например, мы делаем продвижение на каком-то адресе у нас есть свободные квартиры. Очень важно это в низкий сезон. В высокий сезон, в принципе, с этим попроще, потому что не так много свободного, да, и вы понимаете четко, какая квартира свободная, какую продвигать. Предположим, у вас свободны все квартиры. У вас на одном адресе, как у нас, например, пять студий, или там вы продвигаете отель, и вам нужно продвинуть, да, какое-то одно объявление так, чтобы это было максимально эффективно. Как это делаю я и на что я смотрю? Вот у нас один и тот же адрес. В студии, в принципе, примерно похожи, кроме вот этой. Они там одного метража с одними и теми же параметрами, немного разный внешний вид. И, собственно, вот здесь мы видим, вот тут статистика у нас представлена за 30 дней. Мы можем, положим, мы выбрали статистику за 30 дней, и вот здесь вот мы можем посмотреть конверсии из просмотров ВКонтакте. Это значит, что, например, практически 300 человек посмотрели это объявление, и 22 человека написали или позвонили. Здесь, например, 400 человек объявление посмотрели, и только 19 взяли ВКонтакте. Соответственно, мы понимаем таким образом, что вот смотрим по конверсии, да, вот это и вот это объявление, оно максимально эффективное. То ли оно нравится гостям по внешнему виду, то ли оно нравится гостям ценой, но, тем не менее, конверсия у него выше, поэтому в первую очередь продвигать стоит именно это объявление. А я еще иногда обращаю внимание на то, сколько человек добавили это объявление в избранное. Здесь, опять же, максимальная цифра, поэтому максимально эффективно, скорее всего, принесет звонки, просмотры и сообщения вот это объявление. Поэтому продвигать лучше в первую очередь его. Еще вы, наверное, пользуетесь Авито и знали, что если вы добавили что-нибудь в избранное, если цена снижается на это объявление, то вам выскакивает пуш-уведомление, что цена вашим избранным снизилась. Соответственно, можно еще схитрить и опустить цену, скажем, на 50 рублей. И, скорее всего, всем, кто добавил его в избранное, должно вылезти пуш-уведомление, что цена на товары вашим избранным снизилась. Вот таким вот образом нужно продвигать объявление. На этом это, наверное, все. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, будет еще больше полезных видео про посуточную аренду, продвижение в отеле и онлайн-продаже. Не забудьте поставить лайк. Пожалуйста. Не забудьте поставить лайк. И если у вас есть какие-то вопросы, и мы про что-то забыли сказать, обязательно напишите в комментариях, мы вам ответим. И постараемся снять следующее видео, уже охватив этот вопрос.